Всем привет! Вы на канале ZEVS NEWS. Знаменитый российский актер Сергей Горобченко, блестяще проявивший себя как в кино, так и в театре, полюбился телезрителям своими запоминающимися яркими образами. Он известен как исполнитель множества ролей, разных по характеру и жанру. Среди его работ есть множество популярных боевиков, проникновенных мелодрам и веселых комедий. Именно поэтому наш сегодняшний герой был и остается актером, который всегда близок всем и каждому. Творческая биография Сергея Горобченко весьма насыщена. Не менее сложной и интересной является личная жизнь актера. Сергей родился в обычной советской семье 29 июля 1975 года в небольшом городке Североуральске. Его мама работала инженером-экономистом, а отец выбрал профессию шофера. В кого у него актерский талант остается загадкой. В школе Сергей отличался хорошей успеваемостью. Нельзя сказать, что он был отличником, но тем не менее ему легко давались как точные науки, так и гуманитарные. Благодаря этому обстоятельству его часто посылали на различные школы и олимпиады, на которых он стабильно занимал призовые места. В свободное от учебы время Сергей занимался спортом, играя в футбол и волейбол. А также он не избегал тренировок в спортзале с целью поддержания хорошей физической формы. Желая приобщить сына к миру музыки, родители отдали его в музыкальную школу. Однако не имея особого энтузиазма на музыкальном поле, будущий актер не добился никаких серьезных достижений. После окончания школы, недолго думая, Горобченко решает подать документы в МИИ, но потом от этого решения ему приходится отказаться. Слишком уж большой был конкурс. Через некоторое время он отправился в Петербург, где поступил в горный институт, но там он проучился лишь полгода, поскольку понял, что не желает связать свою жизнь с горной промышленностью. Молодой человек решает попробовать себя в роли артиста. Мысль о том, чтобы попробовать себя в актерстве, пришла как-то сама собой, и приемная комиссия Литмик действительно поверила в его талант. В студенческие годы молодой Горобченко подрабатывал танцором в клубе. Кстати, этот опыт помог ему преодолеть боязнь вступлений перед большой аудиторией. Умение исполнять специфические танцы пригодилось и в последующей карьере. Уже став дипломированным актером, наш герой поступил на службу в театр имени Акимова. Вдобавок он принимал участие в интерпризах самого Боярского, который и поспособствовал тому, чтобы талантливого юношу приняли в Линком. Свой старт в кино Сергей получил вместе с ролью в известном фильме «Агент национальной безопасности», причем роль была вовсе даже не эпидодическая. Горобченко доверили изображать постоянного персонажа. Не менее удачны были и последующие появления Сергея на экранах, например, в комедийной картине «Башмачник». Но приглашение сниматься в культовом фильме «Бумер» и вовсе можно считать актерской удачей. Несомненно, многосерийная лента офицера запомнилась телезрителем, в том числе и благодаря нашему герою. Его персонаж в данном фильме является воплощением мужества и благородства. Многоплановый актер снимается и как в экшенах, так и в чувственных мелодрамах и забавных комедиях. От роли к роли Сергей с легкостью меняет ампелуа, моментально вживаясь в новый образ. Со своей первой женой Александры Флоринской Сергей познакомился еще во время учебы в театральном институте. Молодой человек сразу же влюбился в очаровательную однокурсницу. Между ними стремительно завязались любовные отношения. Сергей Горобченко и его жена стали жить вместе. К моменту образования семьи актеру было 25 лет. Это именно тот возраст, когда мужчина начинает чувствовать ответственность за свои поступки и все происходящее в его жизни. Сергей серьезно воспринял тот факт, что теперь у него есть семья. Александра Флоринская родила ему сына Глеба. Однако это не сделало связь между парой нерушимой и крепкой. Спустя шесть лет Сергей со своей первой женой развелся. Это решение было принято обоюдно. Это произошло в 2003 году. Горобченко и Флоринская не научились уступать друг другу, находить компромисс и слышать доводы каждой стороны. Мира и согласия в доме не было. Любые попытки поговорить завершались выяснением отношений, что вносило еще больше хаос в семью. Однако, несмотря на произошедшее расставание, Сергей Горобченко и его бывшая жена Александра остались в теплых и дружеских отношениях, которые продолжаются и сейчас. Актер принимает самое непосредственное участие в жизни сына и воспитании. На данный момент Александра с Глебом живут в Италии. Флоринская замужем за телепродюсером Николаем Белыком. Вторая жена Горобченко, Полина Невзорова, дочь известного телеведущего и журналиста Александра Невзорова. Сергей долго пытался добиться благосклонности этой женщины, у которой было огромное количество воздыхателей. Среди множества поклонников, уверяющих в ее вечной любви, актриса боялась ошибиться в выборе спутника по жизни. Но выбор в итоге Полина остановила на настойчивом укажоре Сергея. Пара не сразу узаконила свои отношения. Они расписались только после того, как узнали, что Невзорова ждет ребенка. У семейной пары родились прекрасные дети. Три сына, Иван, Петр и Александр. И дочери Анна, София, Екатерина и Полина. Примерно семьянин и любящий муж, он воспринял важные и серьезные решения. Сергей Горобченко с женой Полиной обвенчались и дали обет в Ви перед Богом, что положительным образом сказалось на микроклимате семейных отношений между супругами. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!